В прочных порядках делаются закупки жилья, раздаются на дострои с таким учетом, что, відповідно до законодавства, до 31 грудня все договори должны быть выполнены. Вы все понимаете, что строитель, подписав этот договор, он сразу удавку на своей шее ощущает. 31 декабря он никак не может сделать. Кроме того, работа казначейства, которое может и неделю, и две недели перечислять, это задержка средств. И строительные организации, которые работают с Министерством обороны, я объезжал все строительные организации уже два года, никто не хочет работать. Они знают эти удавки, говорят, я не хочу завтра быть банкротом. При том состоянии, что они готовы даже снижать цен. Не используется механизм такой, как процент инфляции, который дает Минстат, Минрегионбуд и так далее. То есть, возьмите 2014-2015 год, когда с курса 8 на курс до 30 доходило, люди, которые по 6 900 давали, и вместо того, чтобы дать им деньги в ноябре и в декабре, они их получают в апреле следующего года при курсе 30. И скажите мне, пожалуйста, сможет ли любой из вас, кто связан с бизнесом или как-то был связан с бизнесом, вы можете посчитать экономику, чтобы она могла сложиться? При этом, ну, в рамках люди пытаются это все выйти. Хотя есть основания, железные основания, и Минстат, и ЖГР, и... То есть, государство дает это. Но не получается реализовывать. Министерство обороны тоже знает о многих проблемах, которые здесь говорились, и сейчас назначены расследования, в том числе и по Черкасам, насколько я знаю, и по другим еще городам. Это то, что дали, это буквально в том ключе, что есть. Там не сидят люди и начинают работать. В принципе, я бы хотел тоже сказать, что не только есть негатив в Министерстве обороны, двигаются они и в русле в том, чтобы убрать эти коррупционные составляющие, меняются люди. Будем говорить, вот коллега говорил об аудите, так вот все территориальные аудиты не прошли аттестацию. Сейчас они идут на увольнение, все начальники, все заместители. И все, порядка 800 человек управления Министерством обороны, все прошли через детектор. То есть, никто не собирается шутить, и никто не собирается отстаивать интересы тех чиновников, которые все время пытались отщипнуть от кормушки государства себе в карман. Они привыкли, что министры и заместители меняются, а средняя ланка остается, поэтому мы незаменимы и будем воровать дальше. Этого не будет. Почему и родился солдатский аудит, звонят со всех мест, и это лишь маленькая толика того, который сейчас здесь присутствует. Это будет продолжаться. И под контролем общественности и атошников, и отставников военнослужащих мы будем принимать активное участие в том, чтобы это все высвечивать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!